Здравствуйте мои дорогие! Сегодня мы свяжем с вами из остатков пряжи новогодние игрушки, а именно вот таких вот замечательных гномов. Для их вязания нам понадобится пряжа трех цветов. Я буду использовать пряжу голубого цвета для шапочки, светло-коричневая пряжа будет у нас носиком, а белую пряжу буду использовать для бороды. Также нам понадобится пистолет для термоклея, ножницы, крючок для пряжи, который мы будем использовать. Не обязательно, чтобы это была пряжа одинаковой толщины. К примеру, у меня вот гномик, который я вязал, борода у меня, это пряжа на крючок 3,5 мм, носик я вязал крючком 2,5 мм, а шапочку вязал крючком 4 мм. То есть главное, чтобы у нас был крючок для той пряжи, которую мы используем. Также нам понадобится небольшая картонка или коробочка высотой примерно 7-9 см. Она нам нужна будет для того, чтобы сформировать бороду. Начнем мы с формирования бороды. Для этого мы берем нить, которую будем использовать для нее, картонка, которая поможет нам ее сделать. И сейчас нам нужно будет всего лишь взять и обмотать вокруг нее нить очень много-много-много раз, так чтобы она была более такой объемной, наша борода. Поэтому нам нужно будет обмотать много-много-много раз вокруг вот такой вот картонки или коробочки, если вы используете коробочку. После того, как мы намотали ниточку на картонку, так довольно много, чтобы наша борода была объемная, нам нужно будет отрезать саму нить, которую мы наматывали. И сейчас нам нужно будет разрезать в двух местах, сверху и снизу, а затем это все связать. Поэтому нам нужно будет отрезать от нашей основной нити, которую мы наматывали на картонку, так довольно большой кусочек нити, чтобы было удобно связывать потом. И сейчас ножницами аккуратно мы разрежем ниточки вот здесь и так же само снизу. Вот мы разрезали их снизу. Теперь аккуратно придерживаем, так чтобы они у нас не распадались, и обрежем их сверху. Вот так у нас получилось обрезанные ниточки сверху и снизу. Мы берем нашу нить, которую будем связывать, ложим ее, и берем вот эти вот ниточки, которые мы разрезали с вами, ложим посерединке один раз и второй раз. И теперь вот этой вот ниточкой мы хорошенько свяжем посерединке. После того, как мы связали вот эти вот хвостики, которые у нас остались от ниточки, которую мы связывали, мы отрезаем их примерно по длине наших ниточек вот этих вот. И у нас получился вот такой вот помпончик. Мы его аккуратненько разровняем, так чтобы он был более-менее похож на бороду. То есть мы просто опускаем все ниточки вот так вниз аккуратно. Можно немножко подровнять. Если какие-то ниточки вот чуть длиннее, их можно будет подрезать, чтобы более-менее выровнять нашу бороду. Итак, теперь приступим к вязанию шапочки. Шапочку я буду вязать голубым цветом и использовать крючок 3 мм. Для этого нам понадобится сделать скользящую петлю или кольцо амигуруми, как еще ее называют. Если у вас не получается сделать вот такую вот петлю, вы можете набрать цепочку из трех воздушных петель и сомкнуть ее в кольцо, провязав соединительный столбик в первую петельку цепочки. Итак, выполнили начальную петельку. И теперь в наше колечко провязываем 6 столбиков без накида. Вводим крючок в кольцо, захватываем нить, достаем, делаем накид и провязываем 2 петельки на крючке. Провязали первый столбик, затем второй, третий, четвертый, пятый и последний, шестой столбик. Затем потянем за хвостик нити и затянем наше колечко, так, чтобы посерединке не было дырочки. И в нашу начальную петельку вводим крючок, и выполняем соединительный столбик. Выполнили. Делаем 1 воздушную петлю подъема и теперь нам в каждую петельку первого ряда нужно будет провязать по 2 столбика без накида, то есть пойдем на расширение. Было у нас 6 столбиков, 6 петелек, а сейчас делаем так, чтобы было 12, то есть каждую петельку мы провязываем по 2 столбика без накида. Первую петельку вводим крючок, провязываем первый, второй столбик без накида. Следующую петельку вводим крючок, провязываем третий, четвертый столбик, в третью петельку провязываем пятый, шестой столбик, затем в четвертую у нас будет седьмой, восьмой столбик, в пятую петельку у нас будет девятый, десятый, и в шестую петельку у нас будет одиннадцатый и двенадцатый столбик. Затем в первую петельку подъема вводим крючок и выполняем соединительный столбик. Выполнили. Затем нам нужно будет провязать два ряда без прибавлений. То есть мы провяжем все двенадцать петелек так как есть, по одному столбику без накида. Выполняем петельку подъема и провязываем в каждую петельку по одному столбику без накида. И так провяжем два ряда. Провязали два ряда без прибавлений, И теперь в следующем ряду нам нужно будет сделать прибавку через одну петельку. В начале ряда выполняем также одну петельку подъема. Затем в первую петлю мы вводим крючок и провязываем один столбик без накида. В следующую петельку будем провязывать два столбика без накида. Один, два. В третью петельку также один столбик. В четвертую два столбика без накида. Таким образом мы увеличим еще на 6 петелек наш ряд. И у нас будет уже не 12 петелек в ряду, а 18. Провязали. В следующую петельку также один. В следующие два столбика без накида. И так до конца ряда сделаем прибавку через одну петлю. В конце ряда в петельку подъема выполняем соединительный столбик. Делаем одну воздушную петлю подъема. И теперь нам нужно будет провязать три ряда без прибавлений. То есть так как есть 18 петелек, так и провязываем в каждую петельку по одному столбику без накида три ряда. После того как мы провязали три ряда без прибавлений, снова выполняем одну воздушную петлю подъема. И в этом следующем ряду мы должны будем сделать снова прибавления, чтобы наша шапочка еще постепенно расширялась. Но прибавления теперь мы будем делать в каждую третью петельку. То есть первые две петли будем провязывать по одному столбику без накида, в третью два столбика без накида. Вводим крючок в первую петельку, провязываем один столбик без накида. Во вторую петельку также один столбик без накида, в третью два столбика без накида. затем снова 2 петельки по одному столбику без накида в третью два столбика так мы провяжем с вами весь ряд таким образом у нас будет уже не 18 петелек в ряду а 24 в конце ряда также выполняем соединительный столбик в нашу петельку подъема 1 воздушная петля подъема и теперь нам нужно будет провязать еще 3 ряда также без прибавлений в каждую петельку по одному столбику без накида после того как мы провязали еще три ряда без прибавлений вот наша шапочка еще чуть-чуть начала расширяться следующий ряд мы снова вяжем прибавки но прибавки будем делать уже через каждые три петли то есть мы 3 петельки ряда провязываем по одному столбику без накида А в четвертую 2 столбика без накида Таким образом у нас получится в ряду уже не 24 петельки, а 30 Провязываем первые 3 петельки по одному столбику без накида А в четвертую провязываем 2 столбика Затем снова 3 петельки по одному, а в четвертую 2 столбика И так весь ряд до конца Это мы провязали с вами последний ряд с прибавками Всего у нас получилось в ряду 30 петелек И теперь нам нужно будет провязать 5 рядов без прибавлений То есть каждую петельку по одному столбику без накида После того как мы провязали последний пятый ряд Выполняем соединительный столбик в нашу петельку подъема Затем делаем одну воздушную петлю подъема Вытягиваем нить побольше Потянем так, чтобы она затянулась у основания И теперь рабочую нить можно будет отрезать Возьмем крючком, вытянем ее на изнаночную сторону И аккуратно спрячем под петельки с изнаночной стороны Так, чтобы наша ниточка не торчала и хорошо зафиксировалась А лишнее можно будет отрезать Теперь нам нужно будет сделать веревочку, чтобы можно было повесить нашего гномика Для этого мы берем нить такого же цвета, как мы вязали шапочку Берем ее так подлиннее Отрезаем Затем связываем два хвостика нити Так, чтобы получился такой довольно объемный узелок Вводим крючок в вершинку нашей шапочки Вот это кольцо, где мы провязывали с вами начальные столбики без накида Вводим крючок Захватываем крючком нашу ниточку И вытягиваем ее через вершинку Вот таким вот образом И вот нам осталось связать только одну последнюю часть нашего гномика И это будет носик Носик мы будем вязать по такому же принципу, как мы начинали вязать с вами шапочку То есть так же делаем скользящую петлю Или же набираем цепочку из трех воздушных петель и замыкаем ее в кольцо Делаем начальную петельку И провязываем в колечко 6 столбиков без накида 1, 2, 3, 4, 5 И последний, 6 столбик Затем тянем за хвостик нити и затягиваем наше колечко Вводим крючок в нашу начальную петельку И выполняем соединительный столбик Теперь выполняем одну воздушную петлю подъема И так же, как мы делали с вами в шапочке То есть нам нужно будет следующий ряд Провязать в каждую петельку по 2 столбика без накида Вводим крючок в первую петельку Провязываем 2 столбика без накида Таким образом у нас будет не 6 петелек, а 12 И в следующую так же И так до конца второго ряда В конце ряда так же выполняем соединительный столбик В нашу петельку подъема Третий ряд Мы так же пойдем на расширение Если у вас ниточка потолще То возможно вам хватит Такого круга Но ниточка у меня тоненькая Поэтому второй ряд Точнее третий ряд Я так же буду вязать с прибавлениями Делаем петельку подъема И прибавки теперь делаем через одну петлю То есть первую петельку провязываем 1 столбик без накида Во вторую 2 столбика без накида Затем снова В следующую петельку 1 столбик А в следующие 2 столбика И так до конца ряда Всего у нас получится 18 петелек Провязали Выполняем соединительный столбик Так же в петельку подъема 1 воздушная петля подъема И теперь провяжем 2 ряда Без прибавлений То есть каждую петельку По одному столбику без накида Провязали второй ряд без прибавлений В конце ряда Так же выполняем соединительный столбик В петельку подъема Делаем 1 воздушную петлю подъема Ниточку хорошенько вытягиваем И потянем Чтобы она затянулась у основания И теперь можно будет рабочую нить отрезать Так же нам нужно будет ниточку вывести на изнаночную сторону Чтобы она у нас не была видна И вот эти все длинные хвостики нужно будет пообрезать Чтобы они нам не мешали И вот наш носик готов И нам осталось только собрать Нашего гномика Берем нашу шапочку И нам нужно будет край Подвернуть буквально на 2 ряда Вот таким образом Теперь по краю Нам нужно будет нанести с вами термоклей Наносим аккуратно По краю термоклей Берем нашу бороду То есть наш помпон Аккуратно его одеваем И рукой разравниваем края шапочки Которые мы подворачивали Вот таким вот образом Теперь нужно немножко подержать И подождать пока клей остынет И хорошенько прихватиться К нашим ниточкам А потом Приклеим таким же образом С вами носик нашему гному По краю нашего носика Мы также нанесем термоклей А затем приклеим его так Чтобы он слегка прятался Под край нашей шапочки То есть клеим его По центру Вот таким образом Так чтобы он слегка прятался Под шапочку И вот наш кномик готов Вот такая вот замечательная Новогодняя игрушка У нас получилась Если вам понравилось Ставьте палец вверх Обязательно подписывайтесь Чтобы не пропускать новых видео Будем вязать вместе А также смотрите другие мои видео На моем канале Легких вам петелек И до новых встреч В новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok